Новое видео выходит каждый день в 20.00 31 мая в моем любимом журнале, я думаю вы догадались какой-то, сам World вышла новая статья И вы знаете, там объясняется то вот куда пропал Malibu Project, проект про который у меня все даже спрашивали у меня Я не знаю зачем вам я и как я вообще связан с Malibu Project, но почему-то по поводу него вот разнообразные вопросы Спрашивали у меня, я если честно до сих пор не понял почему, однако ладно, сегодня я вам расскажу о том куда пропал Malibu Project Возможно в деталях, возможно что-то там да умалчивают, однако ладно Этим вечером, а точнее вечером 31 мая сообщество Malibu Project пропало из виду всех его участников А взамен встал ему проект The Sightiest или The Cityiest, в общем уже не важно В котором тут же вышел пост, посвященный произошедшим изменениям Неужели перспективный стартап продали? Или группу ВКонтакте взломали? Редакция сам World оперативно разобралась в ситуации Подробнее в этой статье, а в данном случае в этом видеоролике New Life Статья в группе The Sightiest с говорящим названием New Life проливает цвет на произошедшее Malibu Project никуда не делся Теперь он часть масштабного проекта с новым именем The Sightiest ролевой проект закрытой регистрации Основанный на платформе San Andreas Multiplayer В скобочках Samp03DL Отыгрывается 2019 год На данный момент в распоряжении игроков два города Vice City и Los Santos При этом возможность взаимодействовать сразу двумя мегаполизами И свободно перемещаться между ними Ну, я думаю, что это не особо, так знаете, наво Однако, хотя нет, вы знаете, вот в данном случае это наоборот наво Я уж хотел, как обычно, вот натоксичить, вы знаете, очень часто меня называют каким-то токсичным уебаном Ебланом, который сидит тут токсич на всякие проекты и так далее В данном случае нет И я вам только что прочитал описание группы ВКонтакте Разумеется, не про токсичность, однако, ладно Для любого персонажа, вне зависимости от роли Будут доступны карты Los Santos и Vice City С незначительными изменениями со стороны разработчиков Мод проекта не пишется с нуля У команды The Sightiest есть определенные наработки Наша задача максимально постараться создать гармонирующую с игровым процессом систему и мод Который будет содержать в себе не только изумительные текстравные дополнения Но и олдскульные диалоговые окна Так прижившиеся всем, заявляет автор статьи На первое время будут доступны Los Santos и Vice City Но уже из названия ясно, что разработчики на этом не остановятся И в будущем добавят еще один или даже два города Сама идея прокладывать маршрут между этими городами А не плестить по скучному шоссе из ЛС в СФ или ЛВ Уже достаточно интересная задумка Которая уже получила своеобразную реализацию на Гамбит Ролеплей Или, как, наверное, будет точнее сказать Гейбит РПГ Однако, посмотрим, чем нас удивят разработчики из The Sightiest Или The Sightiest, похуй RG Studios, а если быть точнее, то Red Games Studios В контактах группы появилась ссылка на RG Studios Студию-издатель проекта Об этом мы говорили уже ранее в интервью с Никитой Критским У меня такого интервью нету, однако в Самворлде Если вдруг, мало ли, захотите и вам будет это интересно То можете прочитать Однако тогда это еще был Malibu Project Под началом студии Startup The Sightiest действительно имеет серьезные шансы на реализацию задуманного Но пойдет ли такое слияние на пользу проекту? Увидим в скором будущем Первые плоды Однако, словами все не закончилось В группе уже появились скриншоты наработок по игровым площадкам В до более знакомом ЛС Не знаю, почему тут так написано Однако, ладно Одна из таких Салазар Парк Джефферсон Скриншоты действительно впечатляющие И вот вы сейчас их видите у себя на экране Такие пш-пш Вот так, нормально, да? Данное место пользуется большой популярностью Среди молодежи Южного Централа Лос-Антоса Каждый вечер тут собирается множество людей, чтобы поиграть в баскетбол или просто хорошо провести время Также пишет The Cytis А как смотрите вы на подобное слияние? Стоило ли Малибу Проджект сохранить своего рода независимость? Или под эгидой Red Game Studios у них появится больше возможностей? И вот тут, кстати, вот тут в самом Ворлде такой опрос А у меня, в данном случае справа у видео или на видео, на плеере видео Вы также можете увидеть подобное голосование И тут вы можете проголосовать, хорошая ли это идея или нет И, так сказать, все узнать наиболее как-то поподробнее Давайте посмотрим итоги опроса в Самворлде Так, ага, я результаты узнал Вы тоже их можете узнать, если перейдете в Самворл и проголосуете Однако, ладно В общем, ролик получился примерно вот такой вот Не знаю, большой, короткий Или там, да я не знаю, средний для вас Выбирайте сами, как говорится Главное не размер, главное умение пользоваться И если в данном случае вам этот ролик показался интересным То ни в коем случае не подписывайтесь на канал Не ставьте лайки Не ставьте дизлайки Не пишите в комментарии Блин, какой классный ролик Смотрели все семьей А в конце, как классный этот чел сказал Блять, смотрите до конца, не пожалеете И даже если он тупо будет растягивать хронометраж До плюс-минус вменяемых там цифр По типу 5, 6 или не дай бог 10 минут 0, 1 секунду То вы до сих пор посмотрите Потому что в данном ролике Ничего такого подобного не будет Как у всех этих, знаете ли Продажных, вот этих подкупных GTA-самп-ютуберов Вот так вы и напишите в комментарии Если вы досмотрели до этого момента Ну мало ли Посмотрим сколько нас, как говорится Или там знаете Посмотрим сколько людей Знает, что такое Malibu Project Или там Red Game Studios Потому что лично я уже во всей этой хуйне запутался В общем ладно Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока